Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем готовить окрошку на кефире с колбасой. И для приготовления нам понадобится кефир, сметана, колбаса, огурцы, редис, лук зеленый, петрушка, укроп, яйца отварные, картофели вареные и соль. Состав ингредиентов будет написан, но вообще его можете делать произвольно. Овощи, зелень, колбасу и картофель порезать мелкими кубиками. Кефир, агута, гриб, колбаса, беда, кефир, лепест, кефир. Соли, колбас, кефир. Кефир и кефир. Кефир, кефир и кефир. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Два яйца порезать при помощи яйцерезки или тоже покрошить кубиками при помощи ножа. Из трех яиц удалить желток. Белок порезать мелкими кубиками. Отделенные желтки растереть при помощи ступки. Или вилки обычной. И добавить такой вот измельченный желток в смесь. Благодаря этому окрошка будет иметь красивый цвет и будет погуще. Итак, у меня используется трехлитровая кастрюля. И вот, как видите, немножко больше половины у меня получилось здесь ингредиентов. И сейчас будем заправлять нашу окрошку. Полученную массу посолить по вкусу. Посолим сначала немножко. Перемешаем и попробуем. Масса получилась красивая. Здесь всего достаточно, как мы видим. И так, как видите, получилось полкастрюли трехлитровой смеси. Окрошка должна быть густая. Добавляем сюда кефир. У меня кефир 3,2% жирности. Особенностью приготовления окрошки на кефире является то, что кефир, ну, жидкую составляющую мы добавляем сразу же. Если с квасом у нас лежит основа отдельно в холодильнике и отдельно квас, здесь наоборот лучше добавить сразу кефир, чтобы овощи, огурец, в частности зелень, оно чуть-чуть как бы подквасилось. То есть, оно немножечко... Огурчики будут как малосольные. Поэтому такую окрошку можно кушать и на следующий день. Она будет очень вкусной. Перемешиваем. Такая густая масса у нас получилась. И немножко добавим для вкуса сметаны. Ну, вот на такую кастрюлю достаточно будет так вот прям 2 ложки сверху. Там можно третью еще добавить и тоже перемешать. И теперь нам осталось добавить только кипяченой, охлажденной воды. Она у меня уже постояла в холодильнике, охладилась. В принципе, как и все остальное, и кефир был холодный, и сметана. Доливаем воду, доводим до нужного объема, чтобы окрошка была густой у нас. Ну, степень густоты можете регулировать сами. И теперь еще раз попробуем соль. Если соли недостаточно, посолите по вкусу. И нужно поставить в холодильник минимум на 2-3 часа для того, чтобы как раз ингредиенты все пропитались. Кислой составляющей кефира и сметаны. И тогда окрошку можно подавать уже будет к столу. Итак, окрошка у нас постояла, и можно подавать ее к столу. Обязательно дайте ей возможность настояться, так она будет намного вкуснее. И она очень вкусная даже на второй день. Поэтому ее можно делать гораздо в большем объеме, чем сегодня было предложено. Подавать ее обязательно солью, может быть, кому-то захочется посолить еще. С зеленым луком, со свежим чесноком. И очень вкусно ее подавать с черным хлебом. Итак, дорогие друзья, готовьте такую окрошку. Она очень вкусная. Не все умеют ее готовить, потому что не знают нюансов. Но приготовь таким образом, я уверена, окрошка вам понравится. А я сегодня с вами прощаюсь. Спасибо, что подписываетесь на мой канал. Ставите лайки и оставляйте комментарии. Всего вам доброго. До свидания.